Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на рюкзак от Alpaca. Это Elements Travel Backpack. Объем 35 литров. Это самый большой на данный момент рюкзак в их линейке. Сегодня посмотрим, как он выполнен, организацию, что в него помещается. На примере моих вещей, которые сейчас уложены в данный рюкзак. Перед тем, как приступить к обзору самого рюкзака, быстренько пробежимся по характеристикам. Размеры 52 см в высоту, ширина 31 см и глубина 20 см. Но на самом деле его можно набить побольше. Объем 35 литров. Получается, что у них три разных исполнения по материалу ткани. Как в моем случае это X-Pack VX42. Есть баллистический нейлон плотностью 840 Денье. Также есть версия из ткани Eco-Pack с плотностью 600 Денье. Вес рюкзака 1600 грамм. Версия из баллистического нейлона весит чуть-чуть побольше 1700 грамм, потому что там плотность материала побольше. Ну и естественно, есть разные варианты расцветки. Также рюкзаки отличаются цветом внутренней отделки. В моем случае это оранжевый подклад. В версии из нейлона будет светло-серый подклад. В моем случае это X-Pack VX42. Молнии UKK AquaGuard. И в комплекте идут стропы, которыми можно прицепить коври, какую-то большую куртку. И также в комплекте идет поясной ремень. О нем обязательно чуть позже расскажу. 35 литров набитых оборудованием это все-таки уже довольно-таки большой вес, поэтому пояс здесь совершенно не лишний. Хорошо, что он есть в комплекте. Его при желании можно снять, если вы используете его просто как городской рюкзак. Давайте уже по традиции начнем со спины, потому что это очень важная часть рюкзака. Тем более 35 литров это уже такой нормальный объем. И спина здесь должна быть хорошей и продуманной. Здесь есть мягкие вставки, есть стропа, чтобы одевать на ручку чемодана. Либо можно за нее носить рюкзак. Вот так. Получается спинка вверх. Есть еще одна петля очень мощная, за которой можно вешать его на какие-то крючки. Получается, что вот эта ручка для чемодана служит вентиляционным каналом, чтобы у вас проветривала спина. Везде есть мягкие вставки. Здесь тоже мягкие вставки на лямках и на поясе. То есть они вот такие фирменные треугольничками. Прикольно выглядит. Лямки тоже из X-PAC вставки. Из гиполона, за которые можно цеплять аксессуары, карабины. Есть в комплекте грудная стяжка магнитная. И что по лямкам сразу хотел сказать. Можно регулировать, насколько рюкзак у вас будет откидываться на спине. То есть это уже как у взрослых рюкзаков. Противооткиды есть. Можно распределить вес, чтобы он у вас не тянул назад. Либо наоборот слишком сильно на спину не наваливался. Можно вот здесь отрегулировать. И также, что сразу хотел сказать. За что мне нравится продукция альпаки. Потому что у них все реально аккуратно. То есть везде есть резиночки, чтобы у вас ничего вот это не болталось. Все, естественно. Здесь есть резиночки. То есть отрегулировали резиночкой. Все схватили. Ничего не болтается. Вот за это прям нравится их продукция. Хотя есть и к чему на самом деле придраться. По спине, пока мы отсюда не ушли. Ремень при желании быстро вытаскивается. Он регулируется уже как на туристических больших рюкзаках. То есть не здесь, около пряжки, да, регулировка. А регулируете от пояса, получается, затягиваете вот здесь. Чтобы затянуть, нужно потянуть вот этот хлястик вперед. Как на рюкзаках туристических больших. И сам ремень крепится. Вот здесь есть карабинчик. Он крепится к петле на рюкзаке. Давайте мы его вытащим. И сразу скажу по ремню. Он при таком весе в рюкзак сейчас забить довольно-таки серьезно. Здесь килограмм, наверное, 9. Потому что здесь ноутбук, оборудование. И на несколько дней вещей. То есть рюкзак очень тяжелый на самом деле. На данный момент. Можно, естественно, снять это все, чтобы носить его в городе. Что по поясу хотел сказать. Потому что я хочу его отстегнуть, чтобы он нам просто не мешался дальше в обзоре. Смотрите. Пояс имеет два кармашка. Очень полезная штука, чтобы не лезть в рюкзак. Например, здесь у меня лежат ключи. Чтобы рюкзак не снимать и достать быстренько можно было. И салфетка для продирки очков. Когда рюкзак у вас снят, выглядит это все очень объемно. То есть кажется, что сюда можно положить очень много всего. Может быть даже какие-то там перекусы, там, сникерс, какие-то орешки, батончики. Но как только вы одеваете данный рюкзак и затягиваете на поясе, получается он у вас изгибается по форме тела. И натягивается ткань. И сюда уже с трудом пролазит. Ну, даже вот пальцы с трудом сюда лезут. Если у вас рюкзак тяжелый и сильно затянут пояс, то сюда что-то обратно убрать очень сложно. Поэтому, мне кажется, если посмотрит кто-то из инженеров, кто это придумывал, сюда нужно больше запас молнии сделать, чтобы карман был более свободный при положении на теле. Потому что так, да, кажется большой, а дело на себя затянул, получается он изогнулся, и уже даже наушники отсюда достать приходится выдавливать. Поэтому на это, если вдруг смотрит кто-то из альпака, обратите на это внимание. Так, давайте мы, наверное, отстегнем пояс, чтобы он больше не мешался. Пояс, то, что он есть в комплекте, это прям огромный плюс. При этом я смотрел, он отдельно стоит прям очень немало. Вот здесь показываю. Такие вот карабинчики. Защелкиваются на стропу на рюкзаке. Давайте с одной стороны открепим, с другой. Так, отцепили. Здесь липучка. С двух сторон причем. И вытаскиваем. Давайте покажу. Здесь липучка велкро и здесь. Вот так выглядит сам пояс. Такая фурнитура. Это все-таки там не 80-литровый рюкзак, если вдруг кто-то скажет, что не очень крупная фурнитура. Как фастекс. Здесь нагрузки на нем не такие большие. Все-таки всего 35 литров. Это для городского рюкзака очень много. Для туристического это не очень много. Вот такой пояс. Вот видите, о чем я говорил. Когда вы одеваете его на себя, и он загругляется, у вас получается, натягивается ткань вот здесь. И сама молния. То есть, ну понятно, да, что нужно сделать ее с запасом, либо сделать какие-то вставки из тянущегося материала, потому что она изгибается вместе с самим поясом и доступ затрудняется. Так, пояс откладываем. Естественно, пряжки все регулируются, противооткиды регулируются. Грудную стяжку при желании тоже можно быстренько снять. Давайте мы ее снимем, чтобы она тоже не болталась. Вот так выглядят такие крюки. И просто цепляются за стропу в нужном месте. Магнитное. Сняли. Если не нужна, убрали. По спине вроде все. Сюда можно повесить карабинчик, либо фирменный хаб-аксессуары. А позже покажу, если не забуду, как они здесь будут висеть. Например, пропуск сюда прикрепим. И также есть еще одна ручка. На спине боковая, за которой можно переносить рюкзак, либо как раз одевать вот за эту петлю на ручку чемодана. То есть, удобно снимать и одевать. Можно носить, доставать из машины. Ручка только с одной стороны получается. С другой стороны у нас карманной, ручки нет. По спине закончили. Давайте, наверное, с боковушек, чтобы нам штатив не мешался. Здесь, в отличие от версии Pro, которая Backpack Pro у них есть, здесь с этой стороны один карман, а с другой стороны карман открытый под бутылки. Либо под штатив, как в моем случае. Цепляется это все такой небольшой стропой. Утягиваете. Если вещь длинная, чтобы она не выпала, можно вот таким крюком. Здесь, видите, петелька. Здесь она пришита. Она вот так ведет, проходит через петельку. Опять же, даже здесь есть резиночка, чтобы стропа не болталась. И использовать его для каких-то больших, крупных вещей. Например, здесь штатив лежит. Давайте сразу покажу, пока рюкзак набит внутри, вещи на несколько дней, повторюсь. Термос Bobber на 0,5. Вот так помещается. Литровая бутылка пластиковая. Ну, рюкзак, повторюсь, очень набит хорошо. И сама бутылка у нее такой, знаете, типа soft-touch пластик, поэтому она туда не проскальзывает. Она туда поместится, но прям нехотя она сюда идет. Просто бутылка очень такая, не скользкая. 0,5 термо залетает просто отлично. В общем-то, литровая бутылка тоже должна залететь, просто покрытие очень шершавое. А сам карман имеет резинку вот здесь. То есть, когда он пустой, он сам утягивается. Здесь вкладочка такая. И он вровень рюкзаком, ничего не выпирает, ни за что цепляться не будет. Давайте обратно аккуратно прицепим. Так, с этой стороны получается открытый карман под бутылки либо под штативы, под что-то длинное. Что снаружи еще можно снять? Вот такие две тоже комплектные стяжки. Здесь петельки есть. И сзади тоже такие же петельки. Вот такие две стяжки идут в комплекте. Точно так же есть резиночки, которые страпу держат, чтобы у вас ничего не болталось. Обычно другие производители вот такие штучки продают допами отдельно за отдельную цену. Либо какие-то комбо-сеты надо покупать. Здесь же вот эти две страпы в комплекте идут. Идет в комплекте ремень поясной. При этом хороший не просто. Вот такая тоненькая стропа, которая цепляется с карманами. Здесь тоже X-Pack. Он мягкий, с мягкими вставками. Так, вроде все с рюкзака сняли. А, кстати, пока мы не полезли внутрь, еще хотел показать дно. Здесь X-Pack получается, а вставка на дне рюкзака, она из баллистического нейлона, при этом очень плотного. Нигде не написана плотность, но по ощущениям больше двух тысяч. То есть очень такое крупное плетение. Это именно баллистический нейлон, который часто ставят на дно сумок, либо на заднике. Получается, здесь петельки, здесь петелька, вот еще петелька одна, здесь раз-два, это две петли под ремень. Все. Больше здесь ничего нет. С этой стороны карман, который мне напомнил, кармашек на вертекс, обзор на который у меня был. И внутри есть небольшой органайзер. Повторюсь, у меня это оранжевый подклад, на других версиях ткани будет другой подклад. Оранжевый у них, по-моему, только на X-Pack идет. Здесь есть кармашек, как они поинстанируют под очки, но мне кажется, здесь защиты никакой нет, флиса нет. Можно класть то, что вы не боитесь повредить, потому что все-таки здесь никаких вставок нет, просто ткань. Такой кармашек, у меня здесь ничего не лежит. Здесь небольшой органайзер. Получается, два кармашка разделены, и за ним еще один. Здесь фонарик. Nightcore формата 2 по 3А. Небольшой мультитул. Это лезерманнт скиллитул. Дальше идет небольшой паербанк, тоже Nightcore NB-10000. Это, наверное, самый прикольный карманный паербанк на десятку из того, что у меня было. Кстати, есть версия, уже третий ген вышел. Здесь вот получается у нас один большой карман две половинки. То есть, такой небольшой органайзер, в котором можно мультитул, фонарики, ножи, либо какое-то ваше оборудование. И плюс здесь еще кармашек. Закрываем и переходим к морде. На морде есть небольшой кармашек, который спрятан под клапаном, чтобы туда вода не попадала. Кстати, я уже испытывал данный рюкзак такой серьезный дождь. Дождь со снегом. X-Pack держит очень хорошо, то есть, ничего не промокло. В этом кармашке у меня лежит кошелек, тоже альпачий. кардхолдер. И здесь можно хранить какие-то плоские предметы, салфетки, наушники, опять же, кошелек какой-то, кардхолдеры. Ну, единственное, нужно следить, чтобы сюда никто не залез, потому что этот кармашек, он хоть и спрятан, потайной, но он не имеет защиты, в отличие от, например, тех, к которым мы сейчас перейдем. Здесь есть небольшой логотип альпака. Тоже, кстати, что нравится, у многих сейчас брендов начали просто какие-то маленькие логотипы делать, они на весь рюкзак, чтобы было просто красивый минимализм. Так как эта версия подразумевает, что вы с ним можете путешествовать, брать его в дорогу, в самолет и прочее, здесь есть защита, видите, отверстие в бегуночках на молнии, в которые можно продеть замок. То есть можно состегнуть вот эти два, можно пристегнуть замком вот этот, например, к ручке, и тогда сюда никто не попадет. По альпачей традиции эти замочки, естественно, все гремят. Многие, я знаю, переделывают их просто на какой-то паракорд, потому что это все гремит, но других не парится. Здесь замочки, молнии идут друг к другу очень близко и нередко я путал, когда хотел открыть, например, вот это отделение, а не основное, то есть вот это основное отделение открывается, вот это открывается передний органайзер. И я случайно дергал, например, не за то. Хочешь открыть органайзер, открываешь основное отделение, либо наоборот хочешь открыть основное отделение дергаешь случайно за бегуночек органайзера. Это на что я хотел обратить внимание в плане расположения молнии и бегунков молний. Давайте теперь перейдем к отделению переднему органайзеру. Вот так это все открывается. Давайте положу, чтобы было нагляднее. У меня здесь прицеплено на аксессуары HUB. Почему, кстати, все эти HUB-паучи называются? Потому что они цепляются к экосистеме HUB от Альпаки. Так это выглядит. Она магнитная. То есть это я снял сейчас с задержателем. Они бывают разные. Бывают карабинчики, бывают вот такие. И очень легко на них цепляются любые аксессуары. Я их расположил вверх ногами. Опять же, у них на официальном релизе сумки располагаются вниз. Я их перевернул, потому что удобно, когда ты открываешь этот органайзер, они все выпадают вперед. И ты можешь, например, пропуск снять. У меня здесь пропуск. Тут несколько пропусков спрятано. Бывают кольца для ключей, бывают карабины. Но я думаю, те, кто интересуется, знают. Очень удобно, например, я отсюда его забираю. У меня на поясе висит карабинчик, тоже с таким же ответной частью. И на него прицепил, и уже на работе ходишь с пропуском, не доставая его из рюкзака. Не нужен. Часто взял, обратно прицепил. Все это дело убрал. Это Zip Pouch Pro. И взял его с собой отдельно. Рюкзак не нужен с документами, с картами. Давайте я их сниму, чтобы они не мешались. Пропуск снял, на пояс повесил, а рюкзак можно оставить. То есть, это задумано для этого. Единственное, что в данной системе, она очень удобна магнитиками, но сами вот эти крепежи, они, конечно, не маленькие. То есть, занимают много места. Массивно очень. Мне кажется, можно было эти прищепки сделать как-то покомпактнее. А вот сама ответная часть, она места почти вообще не занимает. Магнитик. Вот так. Прикольная штука. Для пропуска я прям очень оценил, особенно на карабине, который на лямке, будет ли это удобно. То есть, вот есть специальная из гиполона перемычка, на нее выцепляете либо кошелек, либо пропуск и носите его на лямке рюкзака. Вот так это будет выглядеть. Сняли, приложили куда-то, обратно повесили. Для пропуска проездного нормально. Возвращаемся к передним органайзерам. Здесь у меня помещается Nintendo Switch. Отличный, кстати, вот прям пополам с флягой от Memo Battle. Это стальная фляга. И здесь прям отлично все это дело помещается. Если вешать не вверх ногами, как вот положено у них по превьюшкам, скажем так, то получается у вас этот хап-пауч будет внутри этого отделения. Вот так. И получается вам нужно его оттуда будет доставать. Не очень, мне кажется, удобно, учитывая то, что эта штука откидывается. А когда откидывается, у вас все это на виду. Быстренько отцепил. Вот видите, приходится как-то... Мне кажется, вот так удобнее, чем доставать оттуда. Но опять же, это личное предпочтение. Просто показал, как удобно было мне. Так, здесь все. Получается, есть большой карман. Он до вот этого шва идет. Сюда помещаются плоские предметы. Сам по себе он сантиметра два-три нормально. На этой части есть небольшой кармашек на сеточке. Здесь два батончика перекусить. Видно, что внутри находится. Здесь есть отделение, в котором лежат санитарьер плюс салфетки. И в этом отделении есть специальный маленький кармашек под AirTag. Если вы пользуетесь AirTag, это специальная метка для яблочной экосистемы, которая позволяет вам найти пропавшую вещь. То есть, она будет отображаться на карте. Вот сюда можете ее спрятать. Можно использовать для AirTag, можно использовать для, например, карт памяти, сим-карт, каких-то маленьких флешек. Такой маленький кармашек он тянется. Так, здесь все. Получается, на этой стороне мы закончили. На другой стороне есть кармашки плоские, в которых небольшие ежедневнички помещаются. Такой блокнотик можно использовать для ручек два отделения. ручка и карандаш. Также подставка у меня здесь под телефон закреплена. И лежит еще карабин. Hero Clip, про него есть отдельный обзор на канале, кто не видел, посмотрите обязательно. Штука очень полезна в общественном транспорте. Если вам нужно куда-то далеко ехать, можно на поручень повесить либо на край стола где-то, повесить вот такой рюкзак, чтобы не ставить его в грязь. Либо освободить руки, коленки. Поэтому здесь лежит карабинчик. Я его специально убрал внутрь, чтобы он не болтался, потому что если у вас стоят где-то снаружи на ручке, он при ходьбе болтыхается, мне это не нравится, поэтому я убрал его сюда, отлично под него подошел карман. И на этой части еще остался один отсек, в котором у меня лежит обложка Pioneer, в котором паспорт, документы на автомобиле, СТС, есть викторина с карта, права, все необходимые документы лежат в этом кармашке. Вот так выглядит передний органайзер. Давайте сначала покажу вам отсек под электронику, под ноутбуки, а потом к основному отсеку перейдем. Он располагается ближе к спине и при этом открывается с этой стороны до ручки, до этой доходят молнии, он не открывается целиком до сюда, а здесь чуть подальше до середины рюкзака. Он не симметрично получается открывается. Здесь у меня лежит органайзер от Evergoods под провода, мышки, то есть здесь все для ноутбука, зарядка, мышки, всякие флешки, провода. Он тоненький, при этом в него очень много помещается, классная штука. Так, идем дальше. Здесь у меня ноутбук, прошка 14-я в защитном кейсе, влезает, сюда помещаются ноутбуки до 16 дюймов. Но единственное, если у вас в защитном кейсе, нужно будет лучше примерить на самом деле, если есть возможность, потому что в защитном кейсе все-таки существенно больше. Здесь такая вставочка мягкая, на которую можно клеить всякие патчики, если вы захотите. и имеется несколько отсеков. Один большой под ноутбук, куда лезет 16-ка, повторюсь, и чуть поменьше отсек под планшет. Либо под клавиатуру какие-то плоские вещи, которые вы тоже не хотите поцарапать. То есть раз, два, и еще большой отсек до самого на рюкзака. И переходим к основному отсеку. Он, крышка получается откидывается вместе с передним органайзером. Открыли и вот так вот все это дело откидывается. Рюкзак 35 литров вполне хватает, чтобы сюда поместились вещи на несколько дней. Либо какую-то поездку, отпуск на одного человека более чем достаточно, мне кажется. У меня это просто плюс еще оборудование, которое весит немало, тоже занимает место. А так в отпуск хоть на несколько недель сюда можно вещей на самом деле набить, поэтому приставка travel к данному рюкзаку вполне неприменима. На этой стенке есть сетчатые карманы, две штучки, в котором у меня перчатки, шапка тонкие, на всякий случай, кармашки плоские, то есть они немножко тянутся, но сюда класть что-то выпуклое, такое объемное, я бы не стал на самом деле, потому что тогда у вас вещи, которые находятся в переднем органайзере, уже будут, вот получается, у вас перегородка, уже будут мешаться вещи, которые здесь. То есть что-то плоское, удобно класть, ну, либо не набивать передний органайзер. И дальше еще один кармашек, здесь у меня свет накамерный, убираем, два кармана. Дальше самый основной отсек, здесь у меня лежит камера в чехле, также небольшая сидушка, потому что где-то что-то поставить, чтобы не на грязное сесть, потому что сейчас уже мокро, то есть некто дождь, то град, то непонятно что, вот такая маленькая бывает часто, чтобы даже просто рюкзак сам поставить, чтобы он не пачкался, либо сесть самому, либо положить оборудование какое-то. Такая компактная штука, часто выручает. Дальше небольшой Несесор с мыльно-рыльным, здесь зубные щетки, пасты, в общем мыльно-рыльный, потому что это все-таки рюкзак для выезда в несколько дней. И дальше небольших таких тонких сумки, куба, здесь нижнее белье, футболки, носки, трусы, а здесь уже теплая верхняя одежда лежит. Убираем в сторону. А по бокам здесь есть еще 4 кармашка. Опять же, кстати, хотел сказать по молниям, как и в случае с основным отделением и с органайзером, здесь тоже кармашки состегиваются. Видите, они в одном месте молния, бегуночки находятся, и бывает, хочешь открыть вот этот, тянешь не в ту сторону другой карман. Тоже, мне кажется, лучше бы их сделали открывание в разные стороны, то есть, чтобы они вот здесь были бегуночки, здесь и здесь. Но они, видите, из центра оба открываются. Открываем оба кармашка. Здесь тоже сетка. Здесь у меня лежат микрофоны петличные. Здесь у меня лежит небольшой тент от Матадор, который тоже можно расцелить, и на нем удобно располагается оборудование, оно не пачкается, не теряется. Тоже крайне полезная штука бывает. Места много не занимает, при этом можно организовать вещи где-то на земле. И здесь два кармашка еще, здесь у меня лежат аккумуляторы сменные для камеры и зарядка для этих аккумуляторов. Получается, здесь два кармашка, здесь два кармашка. И на задней части есть несколько мольных строп, которые подразумевают, что вы будете крепить сюда вот эти хаб-акрессуары, то есть, сумки какие-то. Ну, бывают большие подсумки, то есть, вот так прицепили. Не знаю, кому это может быть полезно. Их здесь три линии, то есть, у вас здесь какие-то тяжелые вещи лежат, а сюда вы можете цеплять какие-то маленькие сумки. Не знаю, насколько это удобно, мне кажется, внутри все-таки вряд ли кто-то будет носить вот эти хаб-аксессуары, то есть, ну, поняли, да, как это все будет выглядеть. Вы открываете рюкзак, у вас здесь какой-то подсумок висит. Мне кажется, было бы удобнее использовать данную стропу. специально покажу. Недавно он показывал альпака Element Tec Case Mini, и он прямо отлично сюда по размеру вписывается, но нужно найти, знаете, есть такие карабинчики, которые с двух сторон, такие Z-образные карабинчики, и отлично бы сюда он прицепился. У вас, получается, какое-то оборудование находится здесь, можно его не отцепляя, просто, ну, рюкзак открыл, достал, что нужно, закрыл, он у вас здесь находится. Вот эту штуку сюда прицепить, было бы прикольно. А маленькими вот этими хаб-кассессуарами вот в этом месте, на мой личный взгляд, пользуются не очень удобно. Вот, в органайзере прикольно, а здесь я бы все-таки посмотрел какие-то другие замочки, к ним можно что-то цеплять. Но, тем не менее, сюда можно повесить обычные моли-подсумки, попробовать какие-то плоские, может быть, какой-то органайзер, тут уже на ваше усмотрение и на вашу фантазию. Друзья, вроде бы все, что хотел рассказать, рассказал. Надеюсь, ничего не забыл. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях. Не забывайте подписаться на телеграм-канал. Ссылочка, как всегда, будет в описании. Вот такой рюкзак от Alpaca Elements Travel Backpack на 35 литров. Надеюсь, обзор был вам интересен и полезен. Ну, а на этом все. Пользуйтесь качественным, интересным снаряжением. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok